друзья всем привет найти утро такое прекрасное настроение прекрасно всю ночь смотрел за разрывающимися пердаками и вспоминается анекдот старый советский которая перефразирую помните про шерлока холмса была эта серия баримор что это за войн слышится на болотах это будет шарий и вся медведчуковская братья ну вот вот сейчас этот вой по поводу того что там сворачивается демократия по поводу того что ограничивается свобода слова и прочее прочее аргументы которые мы слышим от поборников многочисленных поборников демократии свободы слова заставляет меня обратить внимание на вчерашнюю ситуацию с новальным которого посадили на три с половиной года и на действия российской власти которая ну там против нескольких тысяч человек выставляет невооруженных выставляет орды спецназа омона и прочих товарищей на чьих охранительных штыках она сидит и вот я вам говорю за всей ответственностью что только глядя на эту картинку хочешь чтобы никогда здесь такого не было чтобы нам не затыкали рты по любому поводу чтобы не принимались дебильные законы которых и которые кстати у нас имеются попытки приняться по тем же сми но тем не менее пока что у нас со свободой слова и с возможностью выражать свое мнение нормально а так вот для того чтобы вот этого всего не было российского мира здесь русского мира и всего бреда который он с собой несет именно поэтому давно нужно было закрыть эти помойки медведчуковские как из которых каждый день с утра до вечера лилась всякое говно и вот нужно воспринимать это не сквозь пресбу того что мы находимся в ситуации что у нас тут уже работающая демократия что все сложилось мирная ситуация то мы находимся в ситуации конфликта когда нас мочат россияне используя все возможные гибридные как сейчас подоговорить методы нашего попускал его вот и они особо не церемонятся и вкладываются в эту инфраструктуру десятки миллионов сотни миллионов наверно за за эти годы долларов вот для того чтобы с нас нашими же руками поставить раком и и достигнуть своих целей связанных с контролем над украиной по тем или иным причинам которые не будем разбирать в данном случае которых толкает на это вот поэтому ну с волками жить по волчьи выйдет ребят но как вы хотели это я уверен что это все конечном итоге недолго продолжится эта песенка отменят и новичковские каналы вновь заработают и через там месяца не знаю два все начнется по новой но если у зеленского получится закрыть эти помойки и существенно ограничить влияние медведчука либо вообще его убрать как фактор украинской политики ну честно я сниму шляпу и я буду очень удивлен потому что это авантюра конечно авантюра и она может очень непредсказуемо закончится я не уверен что зеленский просчитал там все варианты я теперь уверен что нам светят досрочные выборы и может быть даже не только духовной рады но в такой стране по крайней мере веселее интереснее жить это не унылая картинка когда эти тем темные космонавты черные космонавты гоняют беззащитных людей как белоруссии россии и мочат их по полной программе дубинка видами всем чем не походе отбивают почки вот поэтому не плачьте товарищи лесруба щепки летят куда я опять таки не исключаю того что действительно это может повлечь усиление определенных авторитарных тенденций в украине потому что действительно всегда есть и был на постсовке соблазн в такой ситуации прикрутить гайки и используя ту или иную мотивацию аргументацию сделать так чтобы тебя не критиковали а зеленский чувствительны критики это его слабая позиция я думаю что не последнюю роль сыграла в закрытии каналов то что на протяжении последних месяцев недель медведчуковские каналы как раз были на острие атаки на режим зеленского и разгоняли тему с тарифным майданом и вообще били по рейтингу нужно признать что били успешно усугубляя те ошибки которые по своей тупости допускала команда зеленского и он сам поэтому конечно не превратились фактор раздражения и конечно сам артифа да в общем жить хорошо весело в украине интересно поэтому каналов слава богу много интернет каналов еще больше подписывайтесь ставьте лайки часа еду на эфир с геной друзенко запишу я думаю мы какого гена как юрист может дать хорошую оценку может быть я сегодня еще одного юриста возьму с украинского института будущего который но один из лучших юристов в украине очень глубоко может эту ситуацию раскрыть то я думаю что единого комментария хватит для того чтобы мы обсосали юридическую составляющую это все ситуации но в любом случае не поддавайтесь панике ну а если уже совсем накроет оборачивайтесь просто не медленно ползите на кладбище как говорит старая советская истина пока